как таковой по-моему себя просто изжил как вам отдыхается здесь в портоните откуда вы приехали подмосковье то есть вам нравится отдых здесь да море теплое людей здесь портоните в принципе на пляже достаточно сколько лет уже здесь ничего не делать все очень даже хорошо все открыто барабуля черноморская сегодня 400 рублей ну и ребята значит лагман 350 окрошка 250 но это уже конечно на у на вас страх и риски дышится замечательно и легко водно как говорится всем приятно что дорогие любители крыма и путешествие и сегодня мы приехали в летний портонит ребята это небольшой курортный поселок на южном побережье крыма к нашему студу летом мы здесь не бывали находимся на мега набережной поселка портонит мега смотри-ка она большая мега-мега большая набережная находится это мега набережная это шутка возле двух или трех пляжных карт и городских пляжей поселка портонит пои цикады солнышко нещадно жарит в этом видео вы увидите как отдыхают здесь люди какие здесь пляжи такая инфраструктура что здесь есть немножко чуть позже прогуляемся по поселку и всем покажем что касается инфраструктуру на набережной значит переодевалки или раздевалки как некоторые говорят здесь есть также есть небольшие кафешки на это набережной где можно перекусить но нас интересует конечно же пляжные карты здесь на пляже предлагают прокат саборда пляж общего пользования и п дивенко ребята вот так выглядит пляжная карта портонита одна из пляжных карт ну опустимся и посмотрим здесь прокат лежаков но также можно поставить свой собственный зонтик постелить собственную постелочку и нежиться нежиться на мелкогалечном пляже галька здесь мелкая ход в море здесь конечно уже не пологие ребята это южный берег людей здесь портоните в принципе на пляже достаточно но давайте делаем скидку что поселок вроде небольшой а с другой стороны и маленький и пляжных карт здесь общего пользования не совсем много моря сегодня полнейший стиль прокат катамаранов есть виды ребята на миллион вот там на утесе дворец книги не гагариной ребята куда нужно пойти там нужно побывать тем более что это место находится недалеко на нашем канале есть отдельное видео и там классно также есть пирс куда причаливали прогулочные катера но в данный момент этот пирс находится в аварийном состоянии там он перекрыт и есть указание что пирс в аварийном состоянии на него заходить нельзя но люди туда заходит приехали мы с сашей он он идет по пирсу канал алексей ссылочка на его канал конечно же будет в описании видео но пляжную карту этого посмотрели много текста полюбовались морем выходим и конечно же идем наверх ребята смотрим все смотрим внимательно но еще раз море ребята еще раз пляжная карта до пляжу у меня претензий в принципе нет пляж оборудован все сделано значит вот еще одна кафешка на террасе возле пляжа гуляем дальше что у нас есть таверна итальянка в данный момент она по-моему закрыта говори ручка до туалет платный 20 рублей ребята в принципе 20 рублей это небольшие деньги хотя может быть кто-то зажмет эти небольшие деньги и начнет гадить в море в море просьба не гадите ребята да вам же там купаться хотя вечером возможно это кафе работает ребята просто выставлены столики но сейчас днем она конечно же закрыта еще одна небольшая кафешка шашлык у жоржа пуфики и следующая пляжная карта ребята давайте будем показывать все пляжные карты вам здесь портоните здесь конечно пляжная карта по хуже просто первое вона поменьше во вторых смотрите крупный булыжник которые достали когда очистили территорию когда чистили моя вот крупный булыжник крупные камни конечно же остались здесь но людей здесь поменьше и здесь конечно больше простора больше рестора вообще море здесь смотрите кристально прозрачная если там на той пляжной карте людей больше и моря приобретает такой сероватый оттенок здесь конечно смотрите водичка она просто просто прозрачный все просто великолепно и в принципе насколько я понимаю порты нити больше пляжных карт нет ребята там есть дикая пляжная карта где вообще огромные волны ну конечно мы туда пройдемся и всем покажем и есть еще одна небольшая пляжная карта которую местные жители отвоевали у военного санатория который здесь находится виды конечно ребятки здесь просто закачаешься активнее пишите комментарии пишите все нравится вам южный берег крыма нравится вообще он в крым кто отдыхал на южном берегу крыма кто отдыхал непосредственно здесь в порты нити какие впечатления у вас от отдыха в крыму от отдыха в порты нити от отдыха в любом месте крыма остались положительные отрицательные может быть что-то было плохо может быть все только хорошо но ребятки за моей спиной шикарнейшие виды шикарные виды дышится просто прекрасно запах морской волны воды точнее перемешивается запахом хвои которые здесь на южном берегу очень и очень много просто изобилия хвойных деревьев старых реликтовых и вот так вот все это перемешивается и создаётся вот воздушный коктейль которым дышать очень и очень приятно и очень и очень полезно ирочка дорогая скажи как тебе здесь дышится дышится замечательно и легко свободно как говорится и вкусно и хочется выразить огромную благодарность нашим зрителям которые писали на видео из друзей желали здоровья и ручки ручка покажи свою руку ребята гипс снят гипс нет спасибо вам огромное за добрые слова ну а мы продолжаем гулять по порты ниту ну а теперь давайте посмотрим закрытую пляжную карту спуска на нее нет они это та пляжная карта на которой мы были только что чуть позже мы пройдем на закрытую пляжную карту здесь на набережную установлены различные лавочки чтобы можно было присесть полюбоваться морем вечером конечно в зной здесь сидеть ребята то еще удовольствие ну очень хорошо что уже не жарко ведь совсем недавно была такая жарюка 40 градусов в тени ну просто невыносимо было находиться так и хотелось спрятаться где-нибудь под кондиционером проходим сюда че есть тоже различные кафешки готовят рыбу на гриле люляшку курицу на гриле краб сэндвичем это что на сэндвич какой должен быть краб это должен быть крабище ну и опять же отдыхающие здесь фотографируются делают сэлфи эти фотографию будете вспоминать когда приедете домой ну и вот смотрите вот она пляжная карта которая в данный момент закрыта здесь одни вот такие огромные валуны просто огромнейшие и конечно же никто здесь не купается хотя вход в море расчищен но ребята здесь можно находиться только вот здесь смотрите здесь только стоя то есть то еще удовольствие здесь лежать даже лежак нормально не положишь как тот если кто-то притащит ну стульчик разве что какой-то можно притащить и на стульчике здесь кайфовать как я вам говорил ребята мы сюда приехали не одни сна я приехал александр или мы с ним приехали до канал алексид подписываемся ссылочка будет в описании видео саш вот скажи так вот пляжи до летние откуда здесь летний портенит как тебе да никак так же как и зимний я уже я часто об этом говорю и всегда на канале портенит как таковой по моему себя просто изжил пляжей нет полтора именно полтора пляжа полтора до 3 ничего не выдумывают полтора пляжа причем один в принципе не пригодный для того чтобы на нем на нем только стоять можно этого будет море замечательная природа замечательная цены космос пляжей нет раньше здесь были пляж везде лодочная станция тельфер как раз поехал и делать здесь нечем абсолютно есть какие-то кафешки здесь магазины понятно что с голоду вы тут не умрете но и на еду потратите миллион скажи пожалуйста приходил на причал который аварийный аварийный закрыт на него заходить нельзя но и как видите это никого не останавливает он полный людей причем я знаю причалы которые намного хуже и в открытом состоянии этот очень неплохой почему он закрытый аварийный непонятно потому что он не на своих не на опорах он цельный бетонный но людей не останавливаются эти таблички типа запрещено или заваренные какие-то я сам через нее перелез но я с краю поснимать здесь ничего не происходит сколько лет уже здесь ничего не делается ничего не вот да вот перила сделали рожарейку поставили это единственное что изменилось когда-то здесь давным-давно переложили плитку и все и больше здесь ничего не делается ничего не происходит пляжи в порядок не приводится волнорезы в порядок ничего не происходит застрял если раньше можно было спокойно зайти там на ту территорию санатория и там красиво погулять и куча пляжей и широчи длинная полоса теперь приезжайте полтора пляжа или вот там вот хрен знает где еще апартаменты там еще кусочек пляжа но там это для людей которые отдыхают в тех апартаментов вот по такой конской цене вот и все ребят тут не о чем больше разговаривать не нравится не люблю но приехать сюда посмотреть стоит один раз побывать окунуться стоит но вам же опять надо будет приехать один раз а второй раз вам сами сюда не захочется потому что скучно грустно ребята и саша он сказал что еще одни пляжные карты есть да есть вот там вот дальше там есть апартаменты европа с таким громким названием мы как-то туда ходили снимали мы еще говорили мы в европе да ну ребят название громкая там конечно пляжные карты хорошие не знаю открыто они для посещения простых смертных людей я же тебя перебью но по мне как мне кажется не партини вот в чем проблема вроде как их относят протянет на самом деле вот у нас утес да и вот это вход утесом там по-моему еще как-то называется в какое-то поселение и вот это больше те карты пляжные относятся к ним и они хорошие действительно потому что отсюда напрямую туда идти нельзя по верху только по верху проехать его можно доехать до апартаментов европы да ребят ну вот она лозочная станция значит рыбалочка я думаю вам предложат здесь рыбалочку морские прогулки на этих катерочках вот такие глыбы каменные в море есть такое предание были на что вот здесь вот где вот эти стал и туда в углом там прямо видно как очень похоже на ручную обработку камня и вроде как скифы еще когда были скифы там был порт типа итальянский и они там добывали камень и возили но это мифы и насколько это правда неизвестно но вроде бы как там был типа карьер прямо в воде на большие корабли грузили ломали но это мифы и насколько это правда или нет неизвестно но вроде когда был когда-то порт я хочу еще добавить пару слов первые люди здесь в этих местах стали селиться во времена палеолита ну а с 1943 или 45 а с 1945 по 1993 год этот поселок назывался фрунзенская да а сейчас он называется партенит он и назывался как-то дает протонит потом прозыскать как обычно до сюда название гоня до апартенит греческого переводится дива дива это древнегреческая богиня мы наблюдаем как плав средства укладывают на лафет и сейчас будет увозить и смотрите вот она нарушительница всех законов табличка правда закрашенная стоп опасная зона и ирина александровна находится в опасной зоне она вот вечно любит опасные зоны в грузии опасно сломала руку здесь она зашла на опасную зону ну давайте так чтоб не ничего не приключилось я тоже сюда зайдем опасную зону ребят здесь да здесь очень красиво здесь есть вот такие тайные места где люди купаются да а там специальный скальный массив такой сделан мостик специальный скальный массив не специальный он природный сделал проложили трубу мостик сделали люди туда заходят забираются значит там купаются подожди не фотка это сейчас пройдущий дальше немножечко и покажу что там да ребята если вы будете здесь пожалуйста сначала проверяйте камни на прочность потому что они считаются и вот там дальше его там пляжные карты апартаментов европа все побелено подкрашено насколько вижу все классно водичка вот здесь чистейшая вообще просто прекрасная полторы пляжных карты как сказал саша вы посмотрели мега набережную вы посмотрели слова мега набережная это не моё это тоже я подчеркнул у саши да это его выражение но выражение мне так понравилось я его решил применить свою лагиат да с плагиатил свое видео конечно же а теперь вы вместе с нами пройдетесь от центра поселка именно сюда к этому месту к этим пляжным картам и посмотрите как выглядит поселок портанит портанит это небольшой курортный поселок который находится в алушинском городском округе мы вместе с вами в данный момент находимся в центре портанита здесь есть парковка для автомобилей на этом месте когда-то был рынок но в данный момент рынок снесли территория рынка теперь пустует что здесь будет я к большому сожалению не знаю ребят я не местная не из портанита я симферополя есть магазин яблоко есть аптеки парикмахерская различные магазины все это есть и отсюда мы выдвигаемся к морю пройдемся как раз на то место откуда начинали свое видео его своими глазами посмотрите этот небольшой курортный поселок дома здесь преимущественно многоэтажные квартиру можно снять многоэтажных домах здесь очень много сдают квартиры возле магазина есть небольшой импровизированный рыночек где продают различные цветы что у нас здесь продвигать давайте посмотрим варенье что-то еще продают какие-то травы че и продают открытки овощи фрукты различные пляжные принадлежности вот продают крымский персик написано не давить нужно еще дописать не сиськи правильно а сколько сегодня стоит персик ваш не просто я интересуюсь 200 рублей вот такой вот красивый крымский персик смотрите ребята крымский персик очень очень вкусный также продают инжир есть палатка побольше где продают овощи и фрукты груша у нас сегодня по 70 рублей что у нас счет помидорки по 200 120 рублей баклажанчики и кабачки по 100 рублей за килограмм ну вот такие цены яблочко мелкая по 150 ребята здесь голодным вы не останетесь есть очень много магазинов есть рынок есть возможность самостоятельного приготовления тем более если вы будете здесь снимать квартиру продают также различные крымские травы че и инжир продается кизил вот а почему кизил сегодня 100 рублей лукошка смотрите садовый кизил ялтинский лук ребята ялтинский лук очень славится про ялтинский лук есть у нас небольшое видео на нашем телеграм канале так что все новые зрители и подписчики пожалуйста открываем наш телеграм-канал смотрим небольшую видео про ялтинский лук где он растет насколько он вкусный идет александр что-то снимает что-то рассказывает также рассказывают про этот поселок но здесь мы были но бывали мы не часто у нас есть на канале видео но не летние видео летом мы сюда большому сожалению не приезжали до . очень хочется посмотреть на летнюю обстановку сколько людей какой пляж обустройство да мы приезжали сюда весной приезжали осенью и смотрите к многоэтажным домам сделано вот такие пристройки очень много зелени пальмы целая пальмовая оранжерей здесь также есть пристройки скорее всего эти пристройки сдаются для отдыхающих но смотрите вот у вас своя собственная квартирка собственный дворик зелено достаточно зелено давайте спросим александра что он рассказывает посмотрим как работает ведущий крымский блогер я как раз жалуюсь на то что объясняю всем почему я недолюбливаю проте нет потому что инфраструктуры возле моря как таковой особо нет пляжек особо нет таких чтобы прям вау там пляжи или еще ничего особенного такого нет но цена за снятие на жилье на продукты я понимаю что в столовых можно и дешевле но вообще все дорого а инфраструктуры как таковой нет проте нет был хорош тогда когда был открыт военный санаторий там был платный вход был бесплатный вход когда-то платный потом был вход и туда можно было спокойно зайти и там было чем заняться там можно было погулять там очень классный парк очень большая длинная полоса пляжей было но теперь это министерство санаторий принадлежит министерство обороны и теперь в него зайти нельзя да ребята и закрыли санаторий именно период когда началась пандемия и с того времени просто не открывали но давайте продолжаем видео про порты нет проходим по аллейке на аллейке много различных магазинчиков по продаже пляжных приближенностей бакалея продукты рыба пиво алкогольные напитки но прошу учесть что употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью особенно на крымской жире ребята если вы будете выпивать то пожалуйста не лезьте в море никогда люди идут с пляжа вот пожалуйста вот это отдыхающие они идут с пляжа они уже вдоволь накупались вдоволь на загорались и очень хочется спросить кого-нибудь из отдыхающих как им отдыхается здесь ну вот идут ребята давайте подойдем и спросим добрый день а можно секундочку вашего внимания вы отдыхающие да а скажите пожалуйста как вам отдыхается здесь в порты нити откуда вы приехали подмосковье то есть вам нравится отдых здесь да море теплое ну в данной ситуации вот в различных соцсетях много вбросов что в крыму очень опасно что у прям чуть ли не война в крыму идет вы приехали вы не боялись когда ехали мы не первый раз у нас сын бою бетонно защищает спасибо огромное хорош отдыха вы только что слышали отзывы отдыхающих ребята ну вот вина на разлив вина бутилированные но опять же я вам только что говорил что употребление спиртных напитков не всегда полезно но иногда и очень вредно поют цикады ребята цикады поют на просто заслужившись закачаешься небольшие скверы есть где можно на лавочках в тени деревьев посидеть подышать воздухом послушать пение цикад но вы сами видите что вот мы опускаемся по этой аллейке по тенистой аллейки и в тени вот этих деревьев очень приятно ходить в летний зной дышится очень легко очень много хвойных деревьев здесь портоните предлагают различные экскурсии любой уголок крыма отсюда можно уехать в любой уголок крыма с экскурсией крымские гиды всем доступно расскажут насчет различных достопримечательностей и я считаю почти текст курсе с гидом это необходимо можно конечно объехать весь крым самому вычитать все это в интернете конечно так будет быстрее значит шашлык мясо в лаваше все это есть но пока каких-то кафешек я большому сожалению не видел но тех пор слов как же добраться в портонит добраться портонит можно на своем личном автотранспорте если такого у вас есть если же вы приезжаете на поиски симферополь то пожалуйста автостанция курортная которая находится возле симферополя вы или едете на маршрутном автобусе симферополь ялта и выходите на трассе и опускаетесь сюда или вот пожалуйста узнавайте если прямая маршрутка из симферополя в портонит я не могу вам дать информацию есть она или нет если нет такой маршрутки добираетесь до алушты и салутшинского автовокзала вы уже приезжаете не соответственно в портонит смотрите очень много людей здесь мы опустились немножко вниз здесь вот такая площадь развязка значит вот там находится военный санаторий крым про который саша говорил и у нас есть видео когда мы приезжали с эрой и с мамой гуляли по этому санаторию во вне сезонья ребят классно смотрите вот это какой-то курортный отель здесь можно снять номера опять же если вы соберетесь ехать в портонит смотрите различные сайты туристических агент где вам будут предлагать различные места размещения здесь портоните или же смотрите частный сектор но если вы не забронировали жилье здесь значит смотрите по леке мы опустились и предлагают жилье люди можно подойти к ним и непосредственно у них снять жилье много автомобилей запарковано номера в основном крымские и севастопольские но также достаточно много номеров автомобилей с материковой части россии я не знаю пускают санаторий или нет саша возможно пошел что-то спрашивать но скорее всего по пропускам эрочка ну расскажи мне и нашим зрителям зрителям нашего канала как тебе летний портонит пока все очень даже хорошо все открыто людей в принципе достаточно да на улицах портонита мы видим что людей достаточно много люди идут с моря кто-то идет конечно же на море но на улице ребята жарковато сюда мы приехали градусник автомобилей показывал плюс 28 ну а на часах у нас сейчас пол двенадцатого дня ребята август месяц август месяц это самое время для отдыха в крыму до саша август месяц самое-самое время самое-самое классно сейчас данный момент вода как неделю назад была какая жара сейчас тоже распала и прямо для отдыхающих полный кайф ну хотя сейчас 28 ну не она хорошо но 40 года вот этого вот ужаса нет и поэтому нормально хорошо порядке идем к пляжу к набережной мега-набережной идем к мега-набережной ребята но саша конечно утрирует мега-набережной но чем хорош отдых в портоните ребята я не завлекаю вас сюда конечно посмотрите видео все решите сами ехать сюда или не ехать цены на жилье вы посмотрите в интернете я специально не спрашивал цены на продукты здесь конечно повыше чем в алуште но здесь более тише чем в алуште нет суеты нет вот от движа в этом огромный плюс портонита плюс портонита то что он недалеко от алушты спартонита можно съездить в алуште погулять 15 километров на общественный транспорт ходят ребята если есть личный автомобиль конечно же это вообще огромный плюс вы из портонита можете сидеть в алушту в ялту но учитывайте что в данный момент ребята идет ремонт автомобильной дороги от алушты до ялты и поэтому возможны конечно пробки мы уже подходим к пляжной территории и к мега-набережная ребята кафе цитадель в данный момент открыто что здесь продают свежая рыба морепродукты восточные блюда блюда на мангале от хозяина это территория военного санатория крым калитка на кодовом замке она закрыта значит домашняя выпечка ну давайте пройдемся по ценам лимонад на развесе 5 рублей 05 пицца 450 хачапури по-аджавски 350 донор 220 шаурма 220 вареная кукуруза бесценная ребята лаваш кебаб 7 шашлычки цены смотрим на шашлычки лепешки по 60 ну вот вот шашлык вот мякоть туда-сюда пицца барабуля черноморская сегодня 400 рублей ну и ребята значит лагман 350 окрошка 250 говядина 250 порты ну вот такие цены но вот оно море море ребята птички цикады запах я вот когда мы шли я рассказывал вам про то как здесь дышится очень легко много хвойных деревьев и чем хорошо отдыхать на южном берегу крыма южный берег крыма это климат подходит для лечения легочных заболеваний для лечения суставов ну легочные заболевания это конечно же воздух а суставы ребята потому что потихонечку ходьба кардионагрузки вы поднимаетесь вверх-вниз значит вот одна пляжная карта которую открыли по моему года два назад отвоевали ее местные жители у военного санатория значит давайте мы на нее опустимся потому что мы начинали непосредственно с центрального пляжа опускаемся на эту пляжную карту ну вы ведь видели уже главный пляж партенита главные пляжные карты партенита и теперь непосредственно вот эта небольшая пляжная карта здесь прокат сапов есть алушта пляж общего пользования номер пляжа а л 1 гроб 0 1 смотрите вот там уже территория военного санатория а здесь возле скалы совсем небольшая пляжная карта но она оборудована спасателей конечно здесь присутствует спасение обеспечивается но на воде пожалуйста ведите себя очень аккуратно не купаетесь шторм во время купания как перед купанием такого время купания не употребляйте крепкие спиртные напитки смотрите да небольшая пляжная карта значит вот она отсюда начинается и идет до 2 зонтик 2 теневой навес и там уже ограждение буйки а дальше территория военного санатория вход в пляж в море как с пляжа с пляжной карты так и отсюда с бетона людей в море достаточно достаточно много людей ребята люди загорают ниже под ласковыми лучами крымского солнца купаются в теплейшей морской воде а сегодня чти виды крыма ребята виды крыма они просто завораживают можно также самым смелым по ступенькам подняться подняться вот так вверх на гору как делает молодой человек но это уже конечно на у на вас страх и риск и я вас не убеждаю не уговариваю потому что ребят это на ваш страх подъем на скалу гору запрещен закрыт ну вот ребята табличку установили а дальше уже ответственность только на вас сегодня вы посмотрели небольшое видео про курортный посылок порты нет мы показали совсем немного в санатории парка его за что не пойдем в парк или парк санатория парадис вот мы не пойдем когда много видео из этого парка да и билет туда стоит честно говоря не дешево я могу сказать правил правду я зажал деньги туда сходить зажал если кому-то будет интересно наше видео оттуда пожалуйста донатики материальная помощь и мы сделаем отдельное видео для вас ну наверно много текста носим не смеем вас задерживать всем пока и до встречи в следующих выпусках